Еще раз повторю, тема наша сегодня не то, что она называется сверхъестественный Иисус. Если сверхъестественный Иисус, то значит сверхъестественный и ты. Потому что мы являемся образом и подобием Бога. Но если так не происходит, если так не происходит, судей 6.13.14, Ветхий Завет. Знаете, Ветхий Завет очень четенько иногда подчеркивает, что происходит в Новом Завете. Гидеон сказал ему, господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? Где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь, и ныне поставил нас Господь и предал нас в руки Мадиатян, Мадианитян, и Господь, возрев на него, сказал. Иди с этой силою Твоею, спаси Израиля от руки Мадиатян, я посылаю Тебя. Господь. Вначале идет какая-то речь, Гидеон говорит с каким-то господином, потом Господь начинает конкретно, прямой речью говорить. И это был Ветхий Завет. Но была другая часть. То есть, если Господь с нами, если Господь, знаете, что такое если? Это сомнение, это вопрос. Отчего? Почему с нами такие проблемы? Почему не происходит чего-то? То, что Даша говорил, почему не происходит того благословения? Ты же праведник, ты же Дитя Божие, ты же красавчик, ты прожил жизнь, ты чемпион. Руками мы можем зарабатывать. Так все могут. А ты с Иисусом попробуй верой получать, как Иисус жил, так и ты живешь. Потому что мир говорит, пойди поработай, потратить свое жизненное время не на служение Господу, а 6 часиков, 8 часиков с дорогой на работочку. Как фараон говорит, вы хотите Господу поклоняться? Иди работай, иди клей кирпичи, иди собирай травку, вот эти вот, и клей вот эту ерунду, а потом тебе дадут зарплату, которая никуда, ты просто на выжить. Ничего не купишь. Да, может что-то купишь покушать, но что-то серьезное, чтобы сказали, смотри, что сделал Господь. Ничего такого не купишь. Пусть это не будет, аминь. Пусть это не будет. Вы знаете, уже столько люди говорят о черном, столько говорят о негативе. Уже они зарылись в своих грехах. Посмотри на Иисуса, который умер за тебя. Протяни к нему руки, открой глаза, прими его слова, и начни славить его и хвалить. И уйдет твой грех, и уйдет печаль, и уйдут эти странные вещи, о чем люди говорят. Знаете, там черное, все плохое. Нет, мы дети света. Если ты дитя света, ты размышляешь о свете, ты ходишь во свете, ты поступаешь, как дитя света. Потому что тьма убегает, Бог ей свет, это Евангелие. Иисус ей свет, и Он вселился в тебя, и ходит в тебе, и Он хочет сиять. Он хочет, не чтобы мы сдавали Ему самую худшую комнату, маленькую, черную. Он говорит, я вселюсь в тебя и сделаю тебя храмом Духа Святого. И буду входить в тебе, и буду, и радость у тебя будет совершенная. Аллилуйя. Что-то печали здесь многовато. Я просто, знаете, как художник сейчас возьму, я закрашиваю все черное, белой краской. Светом Божьим, свет Иисуса Христа сейчас, свет Иисуса. Я просто разгоняю эти темные облака во имя Иисуса. Фантазерка. Все, что по вере, все для Господа. Все Господу нравится. Хорошо. А теперь посмотрим такой момент. Кто такой Иисус? Мы много чего-то, всякая праведность, святость. Хорошо, плохо, отлично, а это надо. Но я сегодня говорю, кто такой Иисус? Во-первых, мы как тело должны понять, что Он голова. Голова, то есть глава, то есть главный. Главнее Иисуса нету. Мне не интересует ничего, кроме Иисуса, потому что я знаю, это секрет. Иисус, все. Если ты с Иисусом, твоя жизнь состоится. Ты состоишься. Ты не будешь говорить о печали, ты не будешь говорить о грехах, потому что тебе некогда заниматься этой ерундой. Это мусор. Мы не бомжи, мы не мусорщики, чтобы рыться в грязных вещах. Господь говорит, я поднял вас на вершину горы. Я хочу вложить в вас слова благословения, слова любви, чтобы вы сияли, чтобы вы светили, чтобы вы говорили эти слова, чтобы вы благословляли других. И в это благословение производило чудо. И говорили, смотри, этот Божий человек сказал мне благословение, и оно исполнилось. А что мы можем сказать? Слова Иисуса, такие слова Иисуса, которые исходят из уст твоих, они не возвращаются тебе. Просто так они выходят из тебя и совершают то, для чего они посланы. Аминь? Ой-ой-ой. Хорошо. Кибоши роло. Еще один момент, скажу так. Как человек... Ну, сейчас мы к этому придем. Вы знаете, еще один такой момент хочу вам сказать. Вы знаете, что мир готов даже включить христианский канал, даже Рождество встречать, там, так, знаете, да, Крисмас, там, такие вот всякие штуки. Но знаете, чего они не... Они... Иисус, имя Иисуса, вот нашего Господа, оно запрещено в этом мире. Все, кто христиане... Знаете, почему? Потому что это дух этого мира. И то, что сделал Иисус, он этот дух просто уничтожает. Фальшивых Иисусов вала. Полно. Сколько хочешь. Но настоящий Иисус запрещен в этом мире. Дьяволом. Потому что он не позволит. Поэтому, Господи, прости меня за то, что я сейчас скажу. Куча безголовых собраний. Люди собираются, а головы нету. Где Иисус? Зовут Иисус прийти. Куда прийти? Если он в теле, голова никуда не может уйти. Голова всегда при теле. Никто не обезглавил Господа. Никто не... Иисус сам, как любого дьявола, поразил в голову, во имя Иисуса, смертельные раны. И говорит, дети мои, я поставил дьявола вам под каблук. Добивайте его в эту болезненную рану. Не позволяйте ему заживляться. Пусть он будет рабом и тапочки вам приносит. И долги возвращает. Которые он украл из всех поколений. Во имя Иисуса Христа. Кобо. Щина босо. Причина проблемы. Почему, Господь, с нами это произошло? Там где-то написано. Наши отцы отошли. Отошли от истины. И вот произошло. Короче, нытье. Как ушли? Чего ушли? Давайте придем в Новый Завет. И Иисус говорит такие вещи. Смотрите. Оставьте ее. Оно нормальное. Господь пусть не работает. Хочет спать? Пусть спит. Во имя Иисуса я верой благословляю ее. Что все в нее входит как надо. Иисус Господь. Аминь. Да. Ничего не надо заставлять. Кто в теле Иисуса? Вот. Первое Коринфянам. 11. 29. 30. Все. Скажу вам так. Ну, кто знает. Все места из священного писания, из писем апостола Павла нужно читать. Не просто даже в контексте. А вообще все письмо нужно читать целиком. Но я вырываю прямо из контекста. И вы проверяете меня, чтобы... Смотрите, что написано. Там было причастие. Иисус говорит. Кто... И там было написано апостол Павел говорить слова Иисуса, которые... Он не был на том причастии. Но он говорит в точности, как те слова, когда Иисус произносил во время причастия. Это вообще очень удивительно. Поэтому священное писание, оно сверхъестественно. Оно невероятно великолепно. Кто в теле Иисуса не размышляет... Кто о теле Господнем... Я говорю не просто Господнем. Я говорю имя называю. Кто о теле Иисуса не размышляет, оттого немощны, больны немало и много умирают. Когда человек не размышляет о теле Иисуса... Потом не задавайте вопрос. А почему нас постигло это? А где Господь? Где все чудеса? Что с нами происходит? Кума щикоро. Потому что люди, они не думают о том, что... Ну, да? Сейчас мы дальше пройдем. Как правильно размышлять о теле Господнем? Первое Коринфянам 11.29. Или там из 30 стиха. Я просто вытащил маленький кусочек и взял... Кто о теле Господнем не размышляет... Это во время причастия. А я говорю не только во время причастия. Всегда размышляй о теле Иисуса Христа. Тело Иисуса Христа... Это церковь. Это стол подтверждения истины. Когда народ Божий поймет свои права, когда народ Божий поймет свою власть, когда народ Божий начнет этим пользоваться и применять, знаете, что начнется? Начнутся свидетельства. Такие свидетельства. Смотри, что сделал Господь. Смотри, что сделал Господь. Люди говорят, где твой Господь? Я хочу Его. Поэтому нам предстоит взять, взять то, что Господь... Иисус не может через тебя прославиться, пока у тебя не увидят благословения, которые исходят из тебя и то, что ты имеешь. Люди только хотят видеть. Говорят, покажи, что сделал Господь для тебя? Меня спас. И все? Ну, гуляй, Вася. А у меня тут дом, машина, семья. У меня все четенько. А ты ходишь спасенный? Нет. Иисус не простой такой, не простачок. Иисус говорит, если я сказал, значит, благословение должно быть больше, чем у этого мира. Иисус говорит, я умер за тебя, я умер за свою церковь. Я заплатил такую стоимость. Я заплатил такую цену, чтобы вы ходили непонятно в чем и имели непонятно сколько. Нам сегодня придется каяться. Уже можете начинать. Я вам говорю, прости Господь, что мы не брали, что мы не понимали, что этот дух тупости, дух этого мира, он мутил голову. И мы отходили, теряли фокус от истины и смотрели непонятно куда. Вообще непонятно куда. Иисус говорит, смотри на меня, смотри на меня. Дьявол говорит, смотри туда, смотри туда, отвлекись туда, посмотри туда. Иисус говорит, на меня смотри, иди по моему пути, иди за мною, делай как я. Как правильно размышлять о теле Господне? Вариантов масса может быть. Я просто предлагаю общие базовые вещи. Иисус умер телом за меня. Иисус своим телом умер вместо меня. Иисус умер. Хамошхи. Я размышляю о теле. Иисус искупил на кресте свое тело. Тебя, мы тело Иисуса. Он искупил тело тебя и меня. На Голговском кресте изуродованный Иисус платил своим телом цену и своей кровью за тебя, за твое тело. За мое тело. Чтоб мы были в одном теле Иисуса. Коба широка. И чтоб у нас была радость от божественной славы. Апостол Павел говорит, радуйтесь. Кто не понял, еще раз говорю, радуйтесь. Для тех, кто вообще не врубается, я говорю, еще раз говорю тебе, радуйся. Вася, приди в себя. Будь счастливым. Улыбнись. Хватит печалиться. Иисус любит тебя. Он обнимает тебя. Он целует тебя. Он благословляет тебя. Скажешь, что у тебя за такой Иисус любебельный? Да, у меня такой. А у тебя? Хорошо. Коба шире. Иисус создал. Иисус искупил на кресте свое тело, чтобы в нем была жизнь. То есть Иисус создал в своем теле церковь. Мы размышляем. Как размышлять об Иисусе, о теле? Когда ты делаешь причастие, или когда ты просто что-то... Тебе дьявол предлагает, можно здесь что-то украсть, вообще незаметно будет. Но если ты в теле, зачем тебе воровать, если Господь тебя по-любому благословит? Это дьявол, он тупой, и он ищет еще тупее себя. И он говорит, заповедь не воруй. Знаете, что означает? Он говорит, попроси меня, я тебе дам. И не воруй. Попроси, я тебе дам. Не надо воровать. Аминь. Не надо воровать. Просто попроси, я тебе дам, говорит Господь. Значит, он знает, что мы склонны, склонны у нас. Природа. Адамовская. Да. Хорошо. Да. Измененная Духом Святым. Я в теле Иисуса. Иисус во мне, и я в нем. Ты размышляешь, что Иисус в тебе? Иисус в тебе. Что ты делаешь? Что ты думаешь? Иисус сидит в тебе и говорит, давай вместе будем о чем-то думать. Вот. Вот это счастье. Вот это наслаждение. Он не приносит такую, знаешь, сидишь и в голове, беда. Мы тонем. Шторм. Все. Мы погибаем. Иисус говорит, опа. Меняем картинку. Переключи канал, Вася. Заканчивая эти все ужасы смотреть. Сусть говорит, посмотри мне в глаза. Я из солнца, я из света сотворил вселенную для тебя. Все твое. Ты мое дитя. Ты благословенец. Как Даша говорит. Наследие. Я юрист по образованию. Я знаю, что такое наследие. Я знаю, что такое наследство. Я знаю, что такое завещание. Как оно работает. Ребята, и Господь, Он это для нас приготовил. Но многие люди никогда не сталкивались с этими документами. Не знают, как это происходит. И некоторые верующие, они даже не знают, что такое завещание. Они не знают, что такое наследство. И они ходят просто. А, наследство. А, завещание. Ну, как бы так. Но на самом деле это все работает. Завещание Иисуса намного больше, о чем мы думаем или мечтаем. Ладно, я не буду об этом. Это как бы не наше тело сегодня. Халлелуя. Повторяю. Церковь – это высший институт власти и влияния на земле. Выше церкви больше нет никого. И эта церковь Иисуса должна занять свою позицию. Вырастать. Я не буду, я об этом чуть что-то раньше говорил. Но это тело Иисуса. Если ты в теле Иисуса, ну, значит, что-то должно быть у тебя с Иисусом. Если он голова, ты тело, значит, есть какие-то связи. Есть какие-то вот нейроны, что-то там, нервы, что-то там, кровь движется, мысли, информация движется. И что-то должно быть в теле. Тело, оно четко руководимо головой. О, макапу, широ, да я? А если ты в тебе Иисус, то он у тебя глава, то ты можешь быть Вадимым Иисусом. Кто-то говорит, Духом Святым. Пусть Духом Святым. Духом Христовым. Все равно Иисус везде. Каждое дитя Бога, оказываясь в теле Иисуса, получает власть, разрушает дела дьявола, влияет на события, получает любые блага и быть свидетелями Иисуса Христа. А зачем быть свидетелем Иисуса? Зачем разрушать проклятия, изгонять бесов, исцелять больных? Людям нужно спасение. Люди сегодня не верят пустым словам. Люди хотят видеть силу. От него исходит сила, исцеляет всех. От вас исходит сила, исцеляет всех. Во имя Иисуса, макабо. Вы думаете, я шучу? Я вообще не шучу. Я просто, знаете, что такое вера? Вера говорит, сегодня у меня хороший день. Аминь я взял. Все. Это вера. Есть дары Духа Святого. Они тоже работают верой. Но вера работает мгновенно и быстро. Молниеносно. Все. Знаете, как это мышей ловит. Кобра. Все. Взяла. Все. Мышь моя. Все. Благословляю. У меня сегодня хороший день. Веру нужно постоянно тренировать. День наступает. У меня сегодня хороший день. Беру. У меня... Я хочу... Там что-то такое... Чтобы у меня были там... Там это самое. Аминь. Хау ма шикобо. И вы знаете, что это очень легко. Если вера не натренированная, у тебя со временем, когда придет момент, икс, и должно быть ключевое решение, ты можешь быть просто не готов. Мышц духовных не хватает. Понимаете? Не можешь потянуть. Тебе Бог дал купюру крупную. Вера вообще не тянет даже 500 гривен. Или там 10 тысяч гривен. Надо тянуть по максимуму. От Господа. Вера, вы поняли, да? Все, что от веры угодно Господу. Все, что не по вере, грех. Короче. Вера, это воля Божия. Но я не говорю о грехах. Вы поняли? Как бы я вот стандартизирую уже. Все, окей. Комо шико. Помните это место, которое было на прошлом? Я говорил о том, что проклятие их перевернулось мне в благословение, потому что любит меня Господь. Иисус тебя любит. Они говорят, что хотят. А благословение переворачивается тебе в благословение. Даже не по завету. Даже не потому что. А потому что любит. Тебя, 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 меня, вас. Любит Иисус. Господь. Бакоборо. Хорошо. Мы что-то поговорили о теле. Те, кто в теле Иисуса, в каждом из нас нужно осознать, кто ты вообще в теле. Я в теле. А теперь нужно понять, а кто я вообще? Что я делаю в теле? Какая я часть? Ну, я не говорю про органы сейчас делать вскрытие и посмотреть, там, печень, там, кишечник. Не об этом. Мы внутри тела. Знаете, как выглядит церковь? Это как попадает новый человек, ну, кто недавно покаялся, и он, и вот про рождение свыше, то, что Даша говорил, опять, опять тему моего дела. Смотрите, как я вижу рождение свыше. Человек принимает Иисуса от искреннего верующего, настоящего рожденного свыше верующего, который как говорит, так и живет. Он свидетельствует, помазания срабатывают. Этот человек говорит, да. Открывает сердце, приходит Дух покаяния, Дух Святой Иисус, Иисус производит свою работу, и потом какой процесс происходит? Этот маленький человек, он приходит, его уж надо накормить, его нужно научить, его нужно побыть с ним, его нужно в общение привести, его нужно молиться за исцеление. То есть человек, как младенец, он приходит, ты заботишься о нем, ты его одеваешь, ты его кормишь, ты его благословляешь, и он начинает расти. Потом он становится учеником, потом он становится служителем, потом он выходит в призвание. Это тело Иисуса, и там в теле есть много людей, когда Бог видит, кто-то просто этих детей поднимает, кто-то их кормит, кто-то их благословляет, но рождение от Бога, оно происходит. И знаете, что происходит с этим ребенком? Он начинает обожать Иисуса. Что такое рождение свыше? Он обожает, я на своем языке буду говорить, извините, я на сложных языках не могу уже. Он обожает Иисуса. Он любит, он, есть священное писание за поем, он читает это священное писание, день и ночь, он просто наслаждается. Все, что связано с телом, для него мама, церковь, это мама. Он настолько любит маму, рожденную свыше, что он не может без нее, он просто ненормально себя чувствует. Он, рожденный свыше, обожает Иисуса, обожает маму, это тело, церковь Иисуса. Он обожает священное писание, он любит братьев и сестер, он просто даже не знает, что на них можно, их можно не любить. Ребенок не знает, что можно не любить, он просто любит, его любит. И в теле Иисуса рождение свыше, оно вот такое. Как ребенок, вот в точности как ребенок. Забота, внимание, помощь, поддержка, питание, времяпровождение. Освобождение, следующее, и чтобы он не застрял на одном уровне, в следующий уровень его переводить. В ученичество, в наставничество, там исцеление, освобождение, призвание. Все, пошел, потихонечку пошел, пошел. Поэтому каждый из нас должен где-то осознать, а кто ты в теле? Хума щикоборо, хумасо. Вы знаете, что сам лично Иисус ставит служителей в своем теле? Ну, потому что голова ему виднее. Вы знаете, я не хочу говорить о негативном опыте. Когда люди попадают в служение, падают, за ними падают еще, знаете, как доминошки вот эти вот. Это не дай Бог. Поэтому сегодня, вы знаете, что когда мы здесь находимся, я тысячу процентов уверен. Ты, если скажешь такую молитву, Господь, я просто постанавливаю, что с этого дня пастора больше падать не будут, не будут. Дух Святой, Ангелы Божии, служите Ему так, чтобы он никак не мог, чтобы он покаялся, чтобы его жизнь изменилась, чтобы его обстоятельства, чтобы он вошел в тему, чтобы все, что вокруг него было, разрушалось. Оно восстановилось. Потому что люди падают не потому, что они плохие, а потому что мистер дьявол существует, тварь такая, поняли, да? Животное, которое вытаскивает всю гадость из человека и активирует, чтобы, ну, направить, украсть, убить и погубить. Кума щибороко. Халлелуя. Поэтому не должно быть, чтобы дети Божьи, рожденные от Бога, превратились в бомжей, которые голодные и духовно непонятно, где живут, непонятно духовно, что они едят, непонятно, кто их любит, кто их не любит. Все запутано. Так не должно быть во имя Иисуса. Это время проклятия, когда дети, Бог дает людей, спасает. А церковь в это время ничего не делает. Эти люди страдают, умирают и превращаются в каких-то мутантов. Кобо щиро, кобо щиро. О, Иисус, помилуй, прости. Иисус, прямо сейчас, я прошу Тебя, я умоляю Тебя, чтобы эпоха этих странных вещей, она закончилась с сегодняшнего дня. Я говорю, Господь, в этом городе мы, как церковь Твоя, как церковь Твоя, постанавливаем, что всякий, кто рождается свыше, рождается от Духа Твоего, рождается от Тебя, Иисус, они попадают в тело, благословенное тело. Их любят, о них заботятся, их поднимают, их кормят, их благословляют, они растут и становятся свидетелями Твоего Царства. Во имя Твое Иисус, аминь. Кобо щиро, лая. Хорошо. Да, да, да. Поэтому в теле должны быть молитвенники, в теле должны быть попечители, в теле должны быть, ну, постарав само собой. И людьми, ну, какая-то, что-то произошло, помогать, все друг другу помогать. Знаете, когда, у меня был такой случай, я съел арбуз, сразу большой кусок, был голодный. Ну, где-то вот такой кусок арбуза, вот, ну, я его быстро съел, а он где-то там засел у меня, я чувствую, что я умираю. Оооо, господи, я его там говорю вообще. Вот, и быстро организм справился, конечно, очень быстро, где-то в течение трех минут. Я чувствую, что я дышать не могу ходить, я вот так стою и ничего не могу сделать, все, все парализовывается. Арбузик, вообще, смотрите, что сделал организм, организм быстро, в течение трех-четырех минут, и все починилось, я говорю, опа, красота, вот это тело Иисуса, в теле Иисуса, если что-то происходит, хоп-хоп-хоп-хоп, и все в норму, потому что наше тело сделано по образу Божьему, что-то не работает, оно чик-быстренько там все починилось, очень сильные есть, вложил в нас Господь очень мощные функции даже самовосстановления организма, самовосстановление, ну вы понимаете, да, потому что, ну люди в этом мире не пользуются, да, вместо того, что сказать Господь, прямо сейчас тело оживи, орган восстановись, там работай там сердце, или там, да, вот какие-то вещи, ты можешь дать приказ именем Иисуса своему телу, и оно будет, оно подчинится. И мы, получается, активируем Иисуса в молитве, чтобы те процессы, которые Бог уже вложил в нас, заработали. Он уже вложил в тебя, Он уже в тебе, прямо Иисус говорит, что тебе не так, Иисус, благодарю тебя. Аллилуйя, вся сила Божия идет, течет, хорошо тебе, аллилуйя. Мне некогда болеет, мне некогда останавливается. Это же простая вера, это благодарность Иисусу. Иисус всегда отреагирует на тебя, если тебе трудно. Биография Иисуса, сверхъестественный Иисус. Вы знаете, что Иисус был с самого рождения сверхъестественным. Нет. Он даже родился не как все люди. Ну, а как от женщины все нормально, но зачатие вообще было от Духа Святого и там дальше. Потом вообще пришли ангелы, начали договариваться с Иосифом, потому что, чтобы не возникало проблем на почве ревности, что она там погуляла. Нет. Они договорились с Иосифом. Потом они опекали Марию. Потом им нужно было куда-то убежать. Ангелы начали работать как охранники, как система безопасности. Там Ирод что-то захотел, раз в Египет, раз через сны, что-то происходило. То есть сверхъестественное... Так. Иисус вошел сверхъестественно в призвание. Чудеса на свадьбе. Сорок дней в пустыне. Чудеса исцеления воскрешения. Обошел и выиграл во всех ситуациях у религиозников. Остановил шторм. Ходил по воде. К Иисусу пришли Илья и Моисей. Ой-ой-ой. Кто понимает, тот понимает. Ты представляешь? Моисей не вошел в землю обетованную, но избран был отцом прийти к Иисусу. Даже неизвестно, где Моисей похоронен. Где он умер. Но Моисею дана честь прийти к Иисусу и укреплять его. Не ангелы служили, но в этот момент... Вы понимаете, кто такой Иисус? Ой-ой-ой. Он не просто сверхъестественный. Если Иисус такой, а мы его образ, мы его подобие, у нас его генетика, у нас его мысли, у нас его слова, у нас его открытые... Он говорит, чтобы вы были благословенными и счастливыми, поместите мои... Иисус говорит, слова из священного Писания, мои слова в себя. Ваша жизнь начнет становиться благословенной. А дьявол говорит, не, иди туда, посмотри туда, некогда читать, некогда развиваться, некогда думать, все некогда, некогда. Тогда живи в этом информации этого мира. Но если ты говоришь слова Иисуса, живешь словами Иисуса, посвящен словам Иисуса, мы сейчас придем... А что же об этом говорилось сегодня? Идем по тропинке прутуренной кубо-щиро-лайя. Иисус воскрес из мертвых? Это ненормально. Люди нормальные не оживают. Умер, значит, умер. Он воскрес из мертвых. Он создал церковь. Он искупил нас от проклятия. Он вел нас в благословение. И сейчас у нас есть все, что ты хочешь от Иисуса. Даже если сейчас весь мир закроет все магазины, больше не будет денег. И, как говорят, да, не сможете ни покупать, ни продавать. Эй, ребята, вы не поняли, с кем вы связались. Это Иисус. Если ты не натренировал свою веру на мелочах, не был верным в маленьких вещах, как ты получишь масло, бутылку масла без денег, когда магазин закрыт. Знаете, одно свидетельство, быстро расскажу. Я лично знаю эту... Она уже внучка-правнучка. И у них... Это еще было в революцию. У них была такая катка. И уже умер председатель колхоза. Уже умерли почти все в деревне. А у них эта мука не заканчивается. И они гвоздиком так отмерили. И потом они проверили. И когда дедушка умирал, а дедушка был верующим, он говорит, ты никогда не будешь нуждаться, Господь тебя сохранит и так далее. И он сказал какое-то пророчество, похожее на это священное писание, вот как с этой каткой было. И оно, вы представляете, это пророчество спасло жизнь всей этой семье. О, Иисус! Вы представляете, что ты можешь просто сказать благословение в духе своей дочери, сама не понимая, что Иисус могущественно ее благословил. Хумащикоро, халлюя, я знаю, хорошо, принимаем. Фактически линия судьбы Иисуса и любого верующего христианина должна быть идентичной и похожей. Все разные события, обстоятельства, то есть суть сценария, все естественно и сверхъестественно. Какая была жизнь у Иисуса? Вот такая приблизительно сценарная линия и у тех, кто от Иисуса. Вы знаете, что не люди тебя будут ненавидеть, тебя будут ненавидеть бесы, потому что ты разрушаешь их не царство. Но ты можешь людей благословлять, и они не смогут тебе сделать зло. Только дьявол использует людей, чтобы сделать тебе зло. Но если ты благословишь людей, как апостол Павел говорит, молитесь за... Иисус говорил в Нагорной Порции, молитесь за бежать. А Он говорит, молитесь за начальство и властью, чтобы вам жить тихо, спокойно, безмятежно, чтобы церковь... Помните, когда Павел покаялся, церковь начала наслаждаться жизнью. Помните, да? Церковь начала тихо возрастать. Не то, что тихо, а наслаждаться жизнью с Господом. Поэтому тело, если тело Иисуса пропускает момент, Бог говорит, молитесь, остановите зло, благословите этого человека и его благослови. А он негодяй, он гонит церковь, он убивает. Нет, мы благословим... А Стефан взял и благословил, собрал кумашек. И мы... Нам что? Нам уже все примеры даны. Увидел беззаконие, забирай этого полицейского, увидел каких-то... Забирай его в царство. Не покаяться, погибнет. Покаяться. Будет служить всю жизнь. Вот как Павел будет рвать на себе рубашку и кричать постоянно недостоин. На самом деле изверг. Он убивал людей. Когда он это понял, вы представляете, да? Кубоши. Как человек оказывается в теле Иисуса. А, про праведность. Про праведность точно говорил о Дашем. Я вам хочу сказать, если ты задумаешь быть праведником, придет некоторая печаль. Когда ты захочешь жить правильно, ты не всегда будет радостью. Если ты захочешь быть правильным человеком, тебе придут некоторые страдания. Я ненавижу говорить о страданиях, но это так. Если ты пойдешь за Иисусом, будет много радости, но будут и тяжелые вещи, которые надо, надо, надо пройти. И они от нас чаще всего не зависят. Поэтому радужные иллюзии, счастья. Я с Иисусом. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Но будь готов, удар держать. Будь готов. Когда ты готов, когда у тебя есть масло, удар дьявола обращается на его голову. И когда дьявол тебе делает зло, проклятие, тебе обращается на пользу и благословение. Но если ты готов, не готов, печаль будет. Коу-бо-щи-ра-лая. Иисус тренирует. То, что вы слышите, это благодать Божия. Аминь. Если с Иисусом происходили сверхъестественные вещи, скажи, и со мной сверхъестественные вещи происходят. Иисусом происходили, и со мной происходят. С Иисусом происходило, и со мной произойдет. Хорошее, Божие. Но знаете, что Иисус молодец в чем? Он искупил нас от плохого. И Он говорит, я вообще не хочу, чтобы ты страдал. Вообще не хочу. Но просто жизнь на земле, она такая, что есть этапы страданий. Они неприятные, но их надо. Вера, со здоровьем то, это страдания. Но надо выиграть. Ты можешь 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 выиграть. Значит, выиграй. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Всегда торжествую победу в Господе моем. Аллилуйя. Аллилуйя. Дальше. Почему происходили ограничения? Вот еще один момент. Иисус великий и чудесный. И я великий и чудесный, потому что Иисус во мне. Ты не имеешь права грузить себя, думать о себе плохо, потому что Иисус в тебе. Как ты можешь Иисуса в себе говорить ему гадости? Иисус сказал, вы храм Духа Святого. Говорите Божьи вещи, благословляйте, любите и возлюби ближнего, как самого себя. А как ты возлюбишь себя? Ты берешь любовь у Иисуса, принимаешь ее к себе и сможешь потом передать. Если ты себя не любишь, если ты себя не уважаешь, если ты себя не ценишь во Христе, в Иисусе, нормально, я говорю с правильным эго, когда эго поставлено на правильную позицию, ты не сможешь любить других людей. Иисус хочет, чтобы ты принял любовь Его и мог ее передать. Знаете принцип Иисуса? Иисус говорит, делай как Я, поступай как Я, копируй Меня. Иисус хочет, чтобы мы полностью подражали Ему. Апостол Павел где-то говорил. О, точно. Аминь. Почему происходили ограничения Божьей силы и славы? Кто не рассуждает о теле Иисуса? Кто не обращает внимания? Люди приходят в церковь, они ведут себя как хотят. Они думают, что придя в тело, я могу занять деньги не вернуть, относиться как-то так, не любить, мутить какие-то те самые. Нет, плохо закончится. Она не из сапфира. Они просто, просто поменяли, сказали, что отдали не ту сумму, а просто изменили сумму, просто ложь произнесли и умерли. Когда уходит Дух Святой, люди не умирают. Там уже кладбище. Но Дух Святой хочет быть там, где люди хранят свое сердце, хранят свое, ну, чтобы действовать. Потому что, и отвечал Самуил, неужели все зажения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Первое царство, 15-22-23. Послушание глазу Господа, послушание лучше жертвы и повиновение лучше туков обнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство, и противление, что и дого поклонства. За то, что ты отверг слово Господа, Он отверг тебя, чтобы ты не был великим царем. Иисус говорит, я верю, что Иисус говорит и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, Он говорит тебе послушание словам Иисуса самое дорогое, дороже любой жертвы. В Новом Завете, кто любит слова Иисуса, того и Он любит, и придет с папочкой, и благословит тебя лично, домой к тебе придет. Кто любит слова Иисуса, Он к тебе домой придет. А перед этим, знаешь, что произойдет? Он тебе дом даст. И с ремонтом. Потому что президент, Господь придет. Колбующий. Колбующий. Иисус короткий. Аминь. Господь идет. Не придет же Он на помойку, на развал какой-то. Он заботится о своих детях. Если Он куда-то придет, да. Знаете, когда президент приезжает, на ресторан, когда приезжает президент, он уже постоянно приезжает. Он там был до этого. Он там был до этого, и так и приезжает до сих пор. Собаки ищут мины. По холодильникам лазают. Короче, там конкретно что-то такое творится. Эти охранники, там все шуршат. За 6-8 часов там уже все обнюхали, уже все облазили. Так вот, когда Иисус приходит, Он приготовляет место. Помните, Он говорит, идите в горы, мне нужно там встретиться, там есть горница приготовленная, там все будет хорошо. Я хочу, чтобы каждый из нас стал тем, чтобы Иисус говорит, я хочу прийти к тебе в гости. О, помнишь этот Закхей? Ой-ой-ой, как Он накрыл ствол, да? Аллилуйя. Аминь. И если Господь с нами, отчего Он нас постигло, где чудеса, ответ гениально прост. Итак, Матфея 6, не забудьтесь, и не говорите, что нам кушать, что нам пить, во что одеться, потому что всего это ищет незнающий Бога. Отец ваш небесный знает, что вы имеете во всем этом. Ищите прежде Царство Божье, правды, Его, и все, привожится вам. Послушание голосу Господа вводит меня в благословение. Иисус говорит, кто слышит мои слова, кто принимает мои слова, тот счастливчик. По поводу счастливчиков. Сейчас, помните, на прошлом мы говорили про счастливчиков. Это серьезное откровение. Юноши, вы сильны. 1 Иоанна 2,14. Любимый ученик Иисуса. Любимый ученик Иисуса, любимчики Иисуса, это лучшие ученики Иисуса. Кто такие любимый ученик? В слове любимый ученик, что главное слово? Любимый. Ну а почему любимый? Потому что учится лучше всех. Любимчик Иисуса, это тот, кто слушает слова Иисуса с трепетом, внимательно, он размышляет над ними. Он лучший из лучших, он прилежный из прилежнейших. Иоанн очень любил, слушать Иисуса. И все, что говорил Иисус, он все делал. Он не был такой опытный, как Петр. Он просто был пацанчик, чистенький. И он был лучшим учеником Иисуса. Он копировал Иисуса. Он слышал Иисуса. Поэтому он стал любимым, а не потому, что он лежал на груди. Он любимый, потому что он лучший ученик. Лучший ученик, это любимчик. Иакова я возлюбил, Иисава возненавидел. Отец говорит, не бери. Мама говорит, любимчик был, у папы был Исава, у Исава. Отец любил Исава, а мама любила Иакова. Мама говорит, иди возьми жену из Месопотамии, не бери из этих хитейских. Этот Исав знает, что так не надо делать. Идет и в наглую делает. Все, наоборот. Иисус говорит, я его, Бог говорит, я его ненавижу. Он не только непослушный, он специально делает на зло. О, Иисус. Все, мы юноши, любимый ученик. Ученик это тот, кто учится максимально делать, как делал Иисус. То, что вы говорили. Иисус говорит, прими слова мои в себя, размышляй. Я дал тебе откровение, я дал тебе образ веры в твое сознание. Ты побеждаешь не только нехватки, неустройства. Ты начал восхождение в славе Господнем, свадычеством и влиянием. Юноши, вы сильны, и слова Иисуса пребывают в вас, и вы, мои любимчики, вы победили дьявола. Любимый ученик, это любимчик. Как я говорил, все равны перед Господом. Хочешь, да. А я, его любимчик, я хочу быть лучшим. Кто может отнять это у меня? Никто. Я бросаю вызов. Будь любимчиком. Будь самым прилежным к словам Иисуса. Иисус сказал, написано, поразмышлял, получил откровение, начал применять, работать. смотришь, а ты почему такой? А потому что я лучший ученик Иисуса. Кто решил? Я так решил. Это мое решение. Это не Иисус принимал решение, это Иоанн принял решение быть любимчиком. Кто тебе мешает? Кто тебе мешает быть лучшим с Иисусом? Никто. Кроме дьявола. И лжи, которые он постоянно льет. Отключаем газ, отключаем свет, включаем свет божественный, включаем славу Иисуса. Там есть все. Кэмоши. Все, мы подходим к финалу. Юноши, вы сильны. И слава... А? А что такое быть учеником Иисуса? Еще раз. Что такое быть учеником Иисуса? Вы не слушали. Аудио будет, прослушайте. Мы идем дальше. Я как раз об этом говорю. Там написано, отвергни себя, возьми свой крест. Это очень серьезные вещи. Это не просто так, как я любим человеку, ученик Иисуса. Это вы так верите. Написано, Иисус сказал. Юноши, вы сильны. И слова Иисуса прибывают в вас. И вы победили дьявола. Юноши, вы сильны. И слово Божье прибывает в вас. Вы хотите печаль? Ваше тело. А я говорю, Иисус мой Господь, Иисус мой Бог, что надо пройду. Ни с кем не советуюсь. Мне не надо. Рассказывать про печали людям. У меня свои страдания. У меня своя печаль. Я знаю. Но я знаю, что такое радость. Для меня радость больше, чем любая печаль. Апостол Павел, внимательно следите. Кто не понял, радуйтесь. Еще раз говорю, хотите жить в печали? Кто хочет Иисуса? Берите, обнимайте, целуйте, уважайте, любите, делайте, что хотите. Хихихаха. Дай Бог, чтобы Дух Святой отреагировал на это по-доброму. Слова Иисуса, которые здесь звучат, это слова любви. И не надо. Надо быть очень осторожным, Дух Святой. Я абсолютно, ну, я не имею ничего, ничего личного каждому из вас. Я знаю, что каждый из вас проходит какие-то времена, трудности. Вы отметили, вас научили, какие-то подчеркнули, какие-то трудные места в вашей жизни. Я лишь хочу только одно. Люби Иисуса, живи Его словами и будь похожим на Него и поступай, как Он. Это номер один. Чтобы не было вопросов, почему Господь уставил нас? Где Он? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да потому что о теле Иисуса кто размышлять будет? А потому что, потому что многие умирают, немощные. Почему не слышите? Почему? 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 Уши открыты, а не слышно. Иисус говорит. Господи помилуй. Халилю. Хорошо. Мы подходим дальше. У нас финал. Юноши, вы сильные слова Иисуса, пребывают в вас. Победа от слов Иисуса, побеждать с Иисусом нужно. Это вместить в себя священное писание. Размышлять. Появится откровение. Образ веры. И что, просто ты начнешь говорить, что сказал тебе Иисус. Во всем у тебя может сегодня быть успех. Ты просто берешь верой. Я беру это. Я беру это. Иисус. Он говорит, я хочу тебе дать самое лучшее. Иисус не принес тебе гнилую рыбу. Иисус дает тебе хлеб. Иисус дает тебе самое лучшее. Иисус не дает тебе испачканное черным. Благословение. Ой-ой-ой. Страдание. Все мы страдаем. Одно нахождение на земле уже страдание. Я умер. Я вышел из тела. Я видел себя. Я не хотел возвращаться. Это тело ужасное. В нем куча боли и страданий. Я знаю. Я два раза умирал. Я знаю, что такое восстанавливаться. Когда тебя вскрывают. Когда тебя это самое. Тебе нужно восстанавливаться. Тебе нужно еще молодой пацан. Я знаю. Я знаю, что такое церковь. Я знаю, что такое религия. Я знаю, что такое... Но я люблю Иисуса. Я хочу, чтобы эта любовь, она проникала в каждое сердце и все, что хотите делать. Но Иисус из всех больше. Аминь. Итог. Если будешь тщательно исполнять, 28 глава автора закония говорит, будешь послушен, будет благословение. Не будешь послушен. Проклятий и страданий так будет много. И Освенцим, и Бухенвальд, и Хавакос, и что ты хочешь. Почему? И что, Иисус допустил? Нет. Не послушание народа сделало страдания. И я не хочу говорить о страданиях. Это страдание навык послушания. Господи, прости меня. Я могу о страданиях говорить часами. Но Иисус не сказал мне это делать. Это территория где лампочки выкрутили. Хорошо. Итог. Господь Иисус с тобой отчего постигло нас. А теперь я переворачиваю в благословение. Он говорит, Господь Иисус с тобой. У меня хорошая жизнь с Иисусом. И все чудеса уже здесь с Иисусом. Все чудеса уже здесь с Иисусом. Где все чудеса? Они уже с Иисусом здесь, дорогой. Принимай. Будь добр. Господь, возрев на него, сказал, иди и с этой силой твоей спаси Израиля от руки Иисус говорит, я посылаю тебя. То есть, я не послал тебя, я делаю тебя апостолом. И ты неси истину людям. Приди и скажи, хочешь Иисуса? Трудания будут. Все. Приехали. Нет. Иисус тебя любит. Он тебя обожает. Он умер за тебя. Он хочет, как ребенка, показать любовь. Но если надо будет, ты уговоришь ему взять свою жизнь. Вы знаете, многие говорят, я слышал такую там, все, я отдам жизнь за Иисуса. Слушай, Иисусу нужны живые. А теперь больше тебе скажу. Ты знаешь, сколько в очереди, чтобы отдать жизнь свою Иисусу людей. Дай Бог, чтобы ты удостоился такой чести, чтобы Он взял твою жизнь и чтобы тебя умертвили за имя Иисуса. Это честь, это привилегия умереть за Иисуса. И не все вообще тянут на это. Дай Бог, чтобы не умер от болезни, не своей. Господи, Господи, что я сегодня у меня это крестное знамение. Благая весть. Благая весть от Эдика. Я зависим от Иисуса навсегда и навечно. Это моя весть. Я в зависимости от Иисуса. Нравится тебе это или нет, это моя зависимость. Все зависимы от чего-то. Но самая лучшая зависимость это мой любимый Иисус. Хопа, широко. Хорошо. Безмерное величие могущества Иисуса во мне. Смотри, ты способен думать, значит, ты способен делать. Если ты можешь думать, значит, ты можешь сделать. Комощь и ключик. Дальше. Мы подходим к финалу. Тогда Иисус сказал верующим в Него идею, если пребудете в Слове Моем, вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас печальными, больными, хромыми, не свободными от всякой зависимости от дьявольского мира. Это Дух мира. Он говорит, Иисус не такой, Иисус не сякой, иди на работу, делай кирпичи, поклонение Господу, никому не надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, поклонение Господу, надо Господу, и мне, и тебе. Иисус говорит, все моя жизнь для тебя. Я умер за тебя, чтобы ты жил для меня, я для тебя. Мы вместе, мы семья. Иисус вообще к нам так. Ученичество, по поводу учеников. Посвящение словам Иисуса делает тебя учеником. Лучший и прилежный ученик это любимчик Иисуса. Ты прилежный словам, ты что думаешь, что если ты будешь в словах Иисуса тебя не будут гнать? Будут гнать, но ты все равно выиграешь. Ты все равно выиграешь. Будет печально, но ты все равно выиграешь. Все, могу в укрепляющем силу, всегда торжествую победу в Иисусе. Кто лишил прав выигрывать? Дьявол выродок, нечестивый, тьма, как я могу еще допустить, чтобы он еще моих родственников? Вы же не понимаю, это беззаконие вообще какое-то. Иисус сказал, дьявол это всякое беззаконие, а Иисус, он постановил границу тебе благословения, а дьяволу проклятие. Все, не послушен проклятие. Иди к Иисусу. Все, я с Иисусом. Как знаете, овечки. Хочешь, чтобы тебя волки задрали, задерут? Беги к Иисусу быстро, бегом вообще. Я же не ее рассматриваю. Ученинчество выводит на уровень благословенного любимчика. Лучший прележечек это любимчик. Кто не любит любимчиков, я любимчик. Хочешь быть любимчиком? Так и скажи, я любимчик Иисуса, потому что я лучший его ученик. С этого дня Священное Писание не отходит от глаз моих. Я размышляю, я читаю, иду дорогой, говорю ему, говорю ему, все, к чему прикасаюсь, благословенно. Священное Писание, истина, в последней инстанции не обсуждается. Написано, возлюби Бога всем сердцем, всем душой, всей крепостью. Как? Через его слова, которые, Иисус есть слова Божьи. Комащи, итог. Отче, если бы ты благоволил пронести чашу мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Даже Иисус зависел от, Иисус, Бог в теле, и Он зависел от Отца. Мы всегда будем зависеть от Иисуса. Какая бы жизнь у тебя не было, этот весь мир живет в грехе, в это самое, но какая жизнь у тебя не было, ты, какой бы ты не был бы счастливчик, любимчик, ты всегда будешь зависим от Иисуса. Как только ты отрываешь от Иисуса, будет страшно. Иисус, мы в теле, Он глава, Он все уже для нас создал, и мы двигаемся в этом. Хочешь в этом двигаться, двигайся, вообще нет вопросов. Иисус, ты благодетар, и не моя воля, но твоя да будет. Иисус говорит, Иисус говорит, я не могу пройти. Дефисиманский сад, я не могу пройти. Я не могу, мне нужна твоя помощь. Ангелы там служили, все понятно. Но говорит, я просто отдаю тебе волю, не моя воля, но твоя. Я просто умираю живьем. Как Иисус прошел все это, я не знаю. Это невозможно. То, что прошел Иисус, это невозможно. Небольшое давление у меня было на этой неделе, ну, как бы небольшое, я уже, как бы, может, уже и привык к давлению, но я вам говорю, это было просто, я, мне вчера сорвало вообще, я просто чувствую, что я потерял мир, и у меня началось, я не могу, ну, как бы что-то происходит такое, ну, духовный мир существует. Конечно, да. Он не набидит все, что от Иисуса. Ха-ма-щи-коробуси. Хорошо. Да. Иисус не моя воля, но твоя да будет. И я без Иисуса ничего не могу делать. Сверхъестественный Иисус и сверхъестественный я. Я хочу, чтобы ты сейчас сказал, сверхъестественный Иисус и сверхъестественный я. Аминь. Какой Иисус, такая и ты, такой и ты. Вы образ Иисуса. Он вложил вас. Надо идти этим путем. Маку-щи. Иисус есть путь. Я в словах Иисуса. Сверхъестественное Божие, чудесное Божие, управляет естественным и материальным. В словах Иисуса, ты всегда в благословении, ты будешь учиться, вникать, делать по словам Иисуса, и у тебя есть фундамент, опор, основание, для которого, чтобы торжествовать над обстоятельствами, победить себя. Победить себя. Это, наверное, самый страшный враг, который существует у тебя и у меня. Не дьявол, а ты сам. Дух самоуничтожения, который от Адама находится в каждом. Когда Господь тебе говорит, я хочу тебя благословить, а твой мозг говорит, не, 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 я не могу, и не получается, я не достоин, я свят, я благословен. Это дух самоуничтожения, который каждый день дьявол активирует, чтобы убивать детей Божьих. Иисус говорит, нет, никакого самоуничтожения. Кобо широ лая. Как помните, этот написал Марк, хочу там достопочтенный фиатфил, там рассказать твердое основание сего учения, твердое основание сего учения, читай Евангелие, и ты увидишь твердое основание этого учения Иисуса Христа, Господа нашего, любимого, всегда будь словам, послушным словам Иисуса, записанным в Священном Писании. Теперь итог. Итог, и потом мы молимся общим молитвом. Меня постигло благословение и чудеса Иисуса. Не печаль, не страдание. Слова Иисуса исполняют и делают то, зачем они посланы, сказаны или приказаны. Послушание словам Иисуса определяет жизнь или смерть, проклятие или благословение. Все люди, зависимые от слов Иисуса, слова Иисуса творят чудеса в жизни тех, чьи сердца верны словам Иисуса. Послушаем словам Иисуса, у тебя будет сверхъестественная жизнь и сверхъестественная благословение. Я знаю, что сегодня весь мир нуждается в сверхъестественном тебе. Иисус был сверхъестественным. Говорит, ты делай, как я делал, у тебя тоже будет получаться. Я что, зря делаю учеников, Иисус говорит? Я зря столько этих тысяч ангелов, этих Дух Святой постоянно работает? Мако Бощиро. Молитва. Я прочту молитву, если вы согласны, мы ее прочтем. Как бы итоговая молитва. Иисус, прости все виды моего непослушания, осознанно и неосознанно. Помилуй меня, принимаю Твое прощение, учи и наставляй меня, мой Господь Иисус. Я посвящаю мою волю Тебе, я послушно посвящаю себя Твоим словам, Твоей истине. Меня постигло благословение и чудеса Божьи. Слова Иисуса сказаны мной с верой, творят чудеса. Твои слова, Иисус, жизнь, здоровье и благословение во всех сферах моей жизни. Славлю Тебя, мой Господь Иисус, я принадлежу Тебе, мой родной, мой Бог Иисус. Аминь. Аминь. Будем молиться? На себя. На себя. Аминь. Все. Принимаем решение, что то, что ты сейчас произносишь своими устами, оно станет, я просто вам сказал заранее, чтобы вы знали, о чем вы молите, чтобы могли проверить. Все, надо проверять. Слушаешь и проверяй на основании Священного Писания. Так ли это? Помните, как ученики сидели, студировали этот, у них же были на это, кожаные книги на рулонах, они сидели там эти обои читали. Хорошо. Иисус, прости все виды моего непослушания, осознанный и неосознанный. Помилуй меня. Я принимаю Твое прощение. Еще раз. Я принимаю сейчас Твое прощение, Иисус. Я принимаю сейчас Твое прощение. Я прощен. Дальше. Учи и наставляй меня, мой Господь Иисус. Я посвящаю свою волю Тебе. Я послушно посвящаю себя Твоим словам, Твоей истине, Иисус. Меня постигло благословение и чудеса Божьи. Слова Иисуса, сказанные мной с верой, творят чудеса. Слова Иисуса, сказанные мной с верой, творят чудеса. Слова Твоей жизнь, здоровье и благословение во всех сферах жизни. Славлю Тебя, мой Господь Иисус. Я принадлежу Тебе, мой родной Иисус. Аминь. Аминь. Хомащикэро. Аллилуйя. Аминь. Славлю Тебе, wodns. Продолжение следует...